Как создать свой собственный магазин в маркетплейсе на базе мессенджера Gem4Me. При этом сделать это совершенно бесплатно. Для этого на вашем смартфоне должен быть установлен мессенджер Gem4Me. Либо если у вас на персональном компьютере есть веб-версия. Открываем Gem4Me. Внутрь чатов мы попадаем. Нам нужна нижняя линейка. Вот marketplace в меню справа находится. Marketplace это название маркетспейса Gem4Me. Мы видим сейчас загрузился маркетплейс. Он достаточно простой, понятный. Это последние загруженные товары. Сверху есть поиск. Рядом сердечко вы выделяете понравившийся товар. Кружочек с буковками это ваш профиль. Ниже фильтры и под категорией товаров. Чтобы свой собственный товар разместить, нам нужно зайти в профиль. Заходим в профиль. Видим профиль. Он написан стандартный и зарегистрирован. Есть возможность верифицировать этот профиль. Для этого нужно в основном меню мессенджера пройти верификацию. Это нужно для того, чтобы вызвать большее доверие как и у покупателей, так и у продавцов. Давайте рассмотрим меню самого профиля. Вот внизу мой кошелек. Есть разные виды валют. Можно добавить любую валюту. Это те валюты, которыми вы работаете. Вот мои платежные карты. Здесь добавляются карты, которые вы используете при оплате товаров и услуг. Либо принимайте на них за товары и услуги. Вот совершенно простая, обычная, уже привычная всем форма. Вы можете как вручную добавлять, так и можете сканировать здесь карту. После внесения всех данных нажать на галочку. Сейчас я это закрою. И у нас есть еще один такой подраздел. Написано монеты. Видите, логотип Gem4Me нарисован. По мере роста маркетспейса будет открыта такая возможность расплачиваться внутренней единицей монетами Gem4Me как за товары, так и принимать за них в монетах Gem4Me. И основное, что сейчас нам необходимо, это мои объявления. Здесь я уже тестировала этот магазин на этом аккаунте. Какой-то уже товар распородан, какой-то еще опубликован, есть в наличии. И здесь при добавлении нового товара есть кружочек с плюсом. Если вы в первый раз входите в магазин, то у вас будет просто в центре кнопка с призывом добавить объявление. Нажимаем на плюс. Видим анкету вашего товара, то есть основную информацию. Мы ее сейчас будем заполнять. У меня сегодня услуга, поэтому я сразу меняю на услугу. Услуга у нас необычная, интересная. Это восхождение на Эльбрус. Здесь есть возможность добавить пять фотографий, которые будут наглядно показывать ваш товар или услугу. Вот нажимаем на фотографию. Можно как сфотографировать сразу или повыбрать из файлов. Я нажимаю выбрать из файлов и вот сейчас здесь я найду фотографии свои и вот так вот по одной буду их сюда добавлять, чтобы сразу видно было, что ждет людей, которые вот захотят подняться на Эльбрус, что они будут видеть. Вот даже вот такую девушку. Можем красиво сюда на Эльбрусе сидит. Вот у нас есть возможность здесь еще загрузить видео. Вернее не само видео, а ссылку. Вот сейчас мы это сделаем. Выбираем категорию. Категория у меня здесь это развлечения и хобби. От категория путешествия и отдых и туры и путешествия. Название соответствует услуге. Это восхождение на Эльбрус. Описание. Вы можете здесь набрать. Можете уже готовый заготовку сюда ставить. Ставим заготовку. Описание полностью должно показывать, какой у вас товар со всеми тонкостями. Одним словом прочитав, человек должен четко понимать, что он приобретает. Хэштег это ключевое слово, по которому вас могут находить в поисковике в самом магазине. Вот я напишу поход в горы. Цена. Выставляете цену. Если у вас есть возможность со скидкой делать, делайте со скидкой. Это всегда вас в рейтинге будет поднимать. Количество вашего товара. Выбираете валюту. У меня рубли. И есть или нет товара в наличии. Соответственно, если у вас еще пока нет товара и вы просто анонсируете, вы галочку не ставите. Если вы можете хоть завтра предложить свой товар, ставите галочку. Дальше. Производитель. Это все, что касается продукта. Например, автомобиль, производитель, модель, цвет, обувь, размер. Что-то продаете на вес, количество, веса. Местонахождение. Я пишу Россия. И опять-таки стрелочку дальше. Информация о доставке. Если вы можете осуществлять доставку, ставьте галочку туда. Если можете предложить только самовывоз, значит самовывоз. И то же самое про возврат товара. Дата публикации. Вы можете как сегодняшнюю дату поставить, так и запланировать, например, через неделю, через два дня. Вот любую цифру можете ставить. Я оставляю сегодняшний. Срок публикации вашего объявления автоматически 21 день. Можете этот срок увеличивать. То есть можете поставить сколько угодно. Я оставляю три недели. Все. Дальше фиксируем галочкой. Все. Наше объявление успешно сохранено. Нажимаем ОК. Переходим в список всех наших объявлений. Видим его в самом верху. Давайте посмотрим, что можно сделать с нашим объявлением. И самое основное, нужно его отправить на модерацию. Нажимаем на объявление. Видим сверху карандашик. Это редактировать, либо удалить. Здесь его описание. Еще видите, ноль просмотров. Описание. Вот. И самая основная кнопочка здесь. Отправить на рассмотрение. Сейчас нажимаю отправить на рассмотрение. И дождемся модерации. Так, наш товар опубликован. Видите, вернее, не опубликован. Он одобрен. И опять нажимаем на него. Чтобы его опубликовать. То есть нам его одобрили в том виде, который он есть. И мы теперь его публикуем. Нажимаем опубликовать. Продолжить. Да, ОК. Статус успешно изменен нашего объявления. И он у нас вот теперь опубликованный. Давайте посмотрим, как мы его можем найти в Market Space. Пишем Эльбрус. И вот мы видим наше объявление. Даже можем посмотреть, как оно выглядит. Здесь предлагается сразу войти в чат с продавцом. То есть, если я нажму, естественно, я сама с собой в чат не войду. Но любой покупатель может вот так войти в чат с продавцом. И он будет видеть вот примерно такие сообщения. То есть, вот он придет в такой чат. Вот примерно так это будет выглядеть. Здравствуйте. Меня заинтересовал ваш товар. И ссылочка на наш товар. Хочу обсудить условия сделки. Давайте посмотрим, что еще мы можем сделать с нашим объявлением. Опять мы входим в наш аккаунт магазина. Вот наш профиль. И нажимаем опять на объявление. Здесь у нас меню. Видите? Редактировать, изменить количество, приостановить публикацию объявления. Нажимаем приостановить, например. Все. И теперь опять нажимаем на наше меню. Видите? У нас появилось еще одно подменю. Это изъятие с продажи и возобновить публикацию. Нажимаем возобновить публикацию. Окей. Что можно еще сделать? Видите? Я здесь же внутри нахожусь его. И видим мы быструю продажу. Быстрая продажа это реклама внутри нашего маркетплейса. Что нам здесь предлагают? Нам здесь предлагают поднять в поиске, выделить объявление или сделать его премиум. Если в вашей категории очень много товаров других продавцов, вы вот таким образом можете быть всегда вверху списка. Вот, друзья, таким образом создавайте свои маркеты, выставляйте свои товары, услуги. И делайте это легко и в удовольствие.